Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей, а в нашей студии Олег Андреяшкин, заместитель руководителя управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Рязанской области. Успехи за прошедшие с начала года 9 месяцев надо отметить немалые. Оперативники Рязанского госнаркоконтроля изъяли из незаконного оборота более 68 килограммов наркотиков, запрещенных психотропных препаратов и других сильно действующих на сознание наркопотребителя веществ. Всего выявлено более 530 преступлений разной степени тяжести, связанной со сбытом наркотических средств, и около половины из них уже направлены в суды. Также сотрудники госнаркоконтроля сумели предотвратить 13 фактов контрабанды, 6 преступлений в сфере легализации денежных средств, полученные преступным путем, накрыли 18 наркопритонов. А клиентов подобных заведений с 25 мая нынешнего года, когда вступили в силу поправки в административный кодекс, после медэкспертизы теперь направляют на принудительное лечение и социальную реабилитацию. Впрочем, некоторые из задержанных наркоманов умудрились уклониться от исполнения судебных решений, и за это они были подвергнуты административному аресту на 15 суток. По результатам работы нашего управления за 9 месяцев 2014 года обращает на себя внимание тот факт, что количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков значительно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в этом году Управлением наркоконтроля выявлено 530 преступлений, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Из числа выявленных преступлений нами перекрыто 13 фактов контрабанды наркотиков, 6 фактов легализации денежных средств, добытых преступным путем в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. А как вы думаете, почему такая именно тенденция? И я еще заметила, что очень много женщин промышляют этим делом. Вы знаете, традиционно мы, к сожалению, к большому сожалению, выявляем среди лиц, которые совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, не только женщин, но и несовершеннолетних лиц молодого возраста, самого такого продуктивного трудового возраста, это 18, 28, 30 лет. Вот, ну, к сожалению, если устанавливать причины причастности вот этой категории лиц к совершению преступлений, наверное, это ошибочное решение о возможности заработать каким-то образом денег преступным путем. Люди часто удивляются, когда их разоблачили, и часто ли они понимают, что они действительно нарушили закон? Ведь многие думают, ничего страшного нет, если кто-то это делает, значит, можно и мне. Да нет, наверное, те лица, которые совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, они прекрасно понимают, что они совершают, нарушают закон, совершают противоправные деяния, но вместе с тем какие-то мотивы все-таки их заставляют это делать. Вот, ну и рано или поздно, в конце концов, все равно они попадаются, попадаются в наше поле зрения и задерживаются органы правопорядка. А что сейчас в моде и на что стоит обращать внимание? Потому что, например, даже приходя в аптеку, мы замечаем, еще какие-то препараты в свободном доступе не найти, только по рецепту. Видимо, это тоже связано, правильно? Вот несколько слов по вашему вопросу. Ну, во-первых, очень положительно на наркоситуации в нашем регионе, да и, наверное, в целом по стране, отразилось принятие решения о введении рецептурного отпуска кодейно-содержащих лекарственных препаратов. Это решение Министерства здравоохранения, которое было принято в 2012 году. После этого значительно сократился незаконный оборот наркотических средств кодейно-содержащих. И число выявленных и ликвидированных нами наркопритонов также упало буквально в разы. Несколько цифр. Если в прошлом году нами было окончено направлено в суды более 50 преступлений по квалификации наркопритонов, то в этом году всего лишь 20 с небольшим. И это не свидетельствует о том, что притоны не выявляются, а их действительно стало меньше. И факты изъятия дизоморфина стали буквально единичными. Буквально единичными. То есть можно сказать уверенно, что дизоморфин исчез с поля зрения наркоситуации. И всему способствовало правильное принятие решения на законодательном уровне. Но вместе с тем за 9 месяцев текущего года только управлением наркоконтроля изъято более 68 килограммов наркотиков, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. Вот мне-то казалось, что если не одно, так другое. Наши люди, они почему-то всегда знают, чем можно увлечься и находят себе приключения на самом деле. Разумеется, напрашивается вопрос, за счет чего. Вроде бы победили дизоморфин, что же пришло ему на замену. Там другая зараза уже. Да, совершенно верно. К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень опасным врагом, в кавычках. Это синтетические наркотические средства, синтетические психоактивные вещества. Это и курительные смеси, и спайсы так называемые, ну и синтетические наркотики других химических рядов. Привыкание действительно с первого раза практически человек выходит в окно, не понимает, что он делает? Мы говорим часто с вашими сотрудниками, пытаемся предупредить хотя бы мам, у которых подростки много времени проводят самостоятельно, но достучаться очень трудно. Мне хотелось бы сказать о том, что наркотические средства новых видов, так называемых, синтетического ряда, они гораздо более деструктивны по воздействию на организм человека, нежели так называемые традиционные наркотические средства. Во-первых, синтетические наркотики крайне негативно воздействуют на головную мысль человека. Они в буквальном смысле, это не наши соображения, не наши выводы, а это результаты исследований специалистов управления по наркотикам преступности Организации Объединенных Наций. Синтетические наркотики таким образом воздействуют на мозг человека, что изменяет функции нейронов головного мозга, что влечет изменение ДНК. Возникает соответствующая патология, которая записывается на генном уровне. В результате человек приобретает психобиологическую уязвимость от потребления наркотических средств. И что самое страшное, возникает предрасположенность следующих поколений от употребления наркотических средств. Поэтому наркотики синтетического ряда, они в этом плане гораздо более опасны, нежели другие виды наркотических средств. Поэтому хотелось бы обратить внимание всех жителей Рязанской области и родителей, в первую очередь, чтобы они более внимательно относились к своим детям, обращали внимание на любые малейшие факты подозрения, причастности их детям к обращению с этими веществами, потому что они крайне опасны. И если вы говорите о привыкаемости, да, она наступает буквально с первых проб. Каждый, конечно, организм индивидуален. Кому-то нужно один раз попробовать, кому-то полтора, кому-то два. Но привыкаемость минимально быстрая, молниеносная. И еще самое опасное, что вред, причиняемый организму человеку, в разы хуже, чем даже те же самые вред, который причинял дезаморфин и другие виды наркотиков. Как вы думаете, почему именно эти виды наркотиков стали сегодня так популярны? Это желание попробовать что-то новое, это какая-то мода непонятная? Вы знаете, я думаю, что это все-таки связано с тем, что изменилось предложение наркорынка. Изменилось предложение наркодельцов. Одно запретили, вот другое. Одно запретили. Дело в том, что модели и схемы сбыта наркотических средств синтетического ряда, они фактически приобретают характер сетевого маркетинга. Они предлагаются в красивой упаковке, под безобидным предлогом, что они не вредны, они легальны. То есть содержит в себе очень много обмана со стороны сбытчиков. Поэтому это новое, если хотите, новое веяние времени. То есть молодежи, может быть, неприятно и страшно и неэтично предлагать какие-то, вот как раньше было, шприцы, иголки, наркопритоны, грязь, неприглядная обстановка и так далее. Что-то непонятное новое. То здесь представляется в достаточно таком этичном виде, упакованно красиво, легко в обращении и так далее. То есть вот под этой красивой упаковкой на самом деле скрывается ядовитая смерть. Часто ли что-то подобное скрывается за безобидным объявлением в интернете? Продажи игрушек, предлагают работу, когда люди, мы очень часто наблюдаем, ваши оперативные видео часто говорят о том, что люди вот так действительно распространяют наркотики. Да, совершенно верно. Это тоже происходит, поскольку достаточно большая часть наркотических средств синтетического ряда распространяется через интернет. И в интернете, естественно, никто не пишет прямыми словами, что продаются наркотики, а продают их, как правило, под видом других легальных веществ. Смеси для ванн, ароматические вещества, требуются курьеры, либо какие-то игрушки и так далее. Ну, то есть вот в кавычках вуалируют. Вуалируют предложения о продаже наркотических средств. Да, это действительно так. Давайте мы обозначим еще раз сроки, уголовные сроки, которые грозят за самые тяжкие в этом смысле преступления, чтобы наши телезрители вот сейчас, может быть, сделали уже выводы до того, как они попробуют продавать или употреблять наркотики. В настоящее время законодательство Российской Федерации предусматривает очень серьезное наказание за участие в незаконном обороте наркотиков. В частности, сбыт наркотических средств в особо крупном размере и контрабандные наркотические средства в особо крупном размере предусматривают уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Любой сбыт наркотиков в любом количестве предусматривает вплоть до 5-6 лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств. Кроме того, мне хотелось бы обратить внимание, что в настоящее время законодательство Российской Федерации предусмотрело повышенную степень уголовной ответственности за преступления, связанные со сбытом наркотиков в школьных учреждениях, на объектах транспорта, культуры, в местах массового пребывания граждан. Этого раньше в нашем законодательстве не было. То есть там меры наказания предусматривают гораздо более суровое наказание за совершение преступлений в указанных местах. Будем надеяться, что у наших телезрителей здравый смысл будет на первом месте. Я напоминаю, это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин